здравствуйте дорогие друзья с вами татьяна и мой канал у меня садочки вот этот первый урожай моего фундука горсточка средних по размеру орехов не скажу что крупные средний такие средненькие орехи надеюсь что с возрастом куст они станут крупнее ну пока вот такие скажем так первый свой фундук я посадила по случаю так сказать по случаю мне достался саженец фундук как сказала хозяйка был выписан из какого-то региона там по почте она получила его посадила у нее грунт просто не подошел для данного растения она мне его перепродала так сказать это то есть скорее всего попал ко мне теплолюбивый какой-то фундук он у меня хорошо удачно прижился первое время первые несколько лет я его укрывала на зиму пока он был слабенький через время он окреп я сделала от него отводок посадил еще такой же фундук и потом вот третий фундук посадила вот этот который сейчас у меня показал свои первые плоды получилось так что он у меня впервые завязал орешки те фундуки страдают то есть каждую зиму фактически они переносят плохо ну правда эта зима вот не показательно конечно эта зима была очень суровой там где-то до 40 доходил мороз я заметила сережки на фундуке может быть если бы была бы средненькая такая зима может быть он даже у меня и показал бы свои плоды ну так получилось что сережки замерзли почки у него вымерзли ну потом правда все таки вот те ветки основная ну где-то половина так скажем веток пришлось вырезать а половина осталась и из замещающих почек потом все-таки раскрылись распустила на свои листочки достаточно крупные листья я надеюсь что когда-нибудь он все-таки даст лады и я смогу увидеть что же я все-таки приобрела но пока я приобрела опыт и хочу им с вами поделиться как я поняла что ставку надо делать всегда на фундуки которые выращиваются в вашей климатической зоне то есть это проблемно будет для вас и для растения сажать теплолюбивые фундуки в средней полосе россии пока с этим экспериментировать экспериментировать можно но ставку делать конечно нельзя я вот хотел бы для себя ну где нибудь приобрести вот два сорта фундука академик яблоков и первенец у меня еще есть там очень слабенький саженец тамбовского раннего он у меня там растет пока в таком месте в яслях можно сказать я его я место для него еще не нашла как такового и плюс он еще с саженец оказался очень слабо я его фактически вырвала из лап смерти он больной попался мне кое-как я его там выхаживала не знаю что из него получится еще не ясно но вот хотелось бы мне как бы приобрести саженец вот первенца и академика яблокова большинство фундуков которые выращиваются в средней полосе россии они красно-листные очень красивый куст мой вот фундук он тоже красно-листный и вот эти листья настолько нарядные просто декоративные его можно как бы выращивать как декоративное растение очень нарядное растение очень нарядное растение ну правда листья зеленеют где-то с конца июля уже начинают зеленеть и в конце концов становятся такими бледно-зелеными до падения вот вот такие дела в общем с фундуками я даже не знаю как сказать везет мне или не очень везет ну ой какой опыт я приобрела и все-таки хотелось бы приобрести пару саженцев если кто-то знает из вас надежные источники потому что я боюсь пересорта велика вероятность то что мне впарить совсем не то а не экспериментировать уже земля не позволяет то есть свободного места очень мало осталось да и трудов своих жалко если кто-то знает где приобрести в надежном месте саженцы вот такого фундука прошу мне написать там вот в комментариях к видео но пока я счастлива скажу вам что получила хотя бы вот такие орехи орехи все-таки это ценный продукт и куст очень красивый я рада и вам советую все-таки посадить ну хотя бы пару кустов такого замечательного растения как фундук ну пока у меня все с вами была татьяна до новых встреч друзья подписывайтесь на мой канал будет много интересного про сад и огород пока пока